14 лет назад никто толком не знал, что получится из затеи с танцами на колясках. Да и танцевальных колясок не было, а были обычные, тяжелые, неповоротливые. Зато в Перми нашлось несколько энтузиастов, страстно горевших танцами, которые свои инвалидные кресла считать приговором для жизни активной совсем не спешили. Двигаемся ровными линиями, да? Хореограф Екатерина Монохина сегодня вспоминает, как была удивлена, когда ей поступило предложение стать руководителем такого танцевального коллектива. После того, как я познакомилась с молодым человеком на коляске, он мне сказал, что вот он ходит на дискотеке. Для меня, для хореографа, это было что-то непостижимое. Как на коляске можно ходить, танцевать на дискотеках. А теперь я знаю, как это можно делать. Зачастую самой приходится придумывать, как это нужно делать. Сегодня гротеский, едва ли не самый титулованный танцевальный коллектив, не то чтобы Россия, а даже мира. Его участники – многократные победители танцевальных чемпионатов мира и Европы. Причем уникальность ансамбля заключается в том, что все его пары на колясках. Во всем же мире развивается направление хомби-парк, то есть когда один партнер здоровый, а другой на коляске. Одна из самых прославленных парок гротеска – муж и жена Елена Шиляева и Константин Сосунов. Они победители чемпионата мира по бальным танцам на колясках 2008 года. Познакомились они как раз в гротеске. Лена до 35 лет жила обычной жизнью, с детства занималась танцами, растила двух дочерей. Неправильно поставленный диагноз стал причиной инвалидности. Я 4 года сидела дома, я вообще не выходила никуда. Я была категорически против, я боялась. И внешние изменения, или я весила 50 килограмм, да, там 51, или я сразу с гормонов, с этого лечения под 80 стала весить. У меня 4 года выпали просто из жизни. Но меня стимулировали дети, мне нельзя было расслабляться, я боялась показать им там слабость какую-то. Но на улицу я вышла, я просто проспорила. Мне пришлось выйти на улицу, и ушли по каким-то конным тропам, чтобы меня никто не видел. Это был мой первый выход, и потом я уже поняла, что я уже дома больше сидеть не буду. Муж Лены, Константин Сосунов, тоже с самого детства был дружен со спортом. Фигурное катание, теннис, бокс, хоккей, футбол. Закончил речное училище, был помощником капитана, еще при жизни Пермского речного флота. После был бригадиром ремонтной бригады. Упал с третьего этажа, и как результат инвалидное кресло. Два года стеснялся выйти на улицу, но природное жизнелюбие победило. Костя пришел в гротеск, но долго не мог найти себе достойную партнершу по танцам. И только когда в коллективе появилась Лена, он понял, это она. Когда Лена приехала, в первый день встала, я за ней встал, даже плакать хочется. И смотрю, это мое. В их паре именно Костя придумывает комбинации, а Лена раскладывает теорию по полочкам и воплощает идеи в реальность. Супруги признаются, во время крупных выступлений их танцы снимают конкуренты, чтобы потом авторские комбинации повторять уже в своих танцах. Поэтому Косте приходится постоянно быть в творческом тонусе, придумывать что-то новое. Уже на этой неделе гротеск полным составом уезжает в Сочи, чтобы там стать участником открытия Паралимпийских игр. Так что пожелаем нашим ребятам от всего сердца отличного выступления на радость всему миру. Полина Рифа, Владислав Рашидов, Роман Минничук, телекомпания «Ветта». АПЛОДИСМЕНТЫ